Тело митрополита Константина Дьякова упокоилось на Лукьяновском кладбище. После того, как во время допросов с пристрастием он умер мученической смертью. И служащий кладбище, несмотря на то, что ему предписывалось относить тела в ближайший овраг, захоронил его. И было это в ноябре 1937 года. И немного позже одна из родственниц владыки увидела сон, в котором сам митрополит указал ей на небольшой могильный холм и сказал «здесь лежит мое тело». А тайное отпевание совершил схиархиепископ Антонио Башидзе, ныне прославленный как священномученик. Мы часто и много говорим о жизни и кончине новомучеников. Лучшей проповедью каждого из этих подвижников благочестия была их жизнь. Им приходилось делать нелегкий выбор, смиренно принимать свой жертвенный путь. В буквальном смысле жертвуя жизнью, хранить верность Богу и его церкви. И они такие же люди, как мы, и из плоти, и крови, которую претерпели многое, чтобы сегодня помочь нам пройти этот непростой путь. Мы знаем, каким слугой Христовым был митрополит Киевский Галецкий Константин Дьяков. И, как я уже сказал, лучшей его проповедью была его подвижническая жизнь. Но давайте сегодня посмотрим, о чем он говорил, писал, учил, и как это может укрепить нас в вере сегодня. В следственном деле про Таирея Александра Цибульского было обнаружено послание владыки к новой пастве, написанной в связи с переездом из Харькова в Киев. «Меня смущала мысль, с одной стороны, о необходимости оставления и горечи предстоящей разлуки с Харьковской паствой, где свыше сорока лет проходил я свое служение Церкви Христовой, а с другой спасения смогу ли я в настоящее время понесть время святительства? На новом месте служения столь ответственно». Что интересно, пишет он эти слова, когда надвигается очередной вал гонений на церковь. Да и сам он уже пережил два ареста. Прошел и через время бессистемных расстрелов духовенства, ведь они унесли немало жизней подвижников благочестия. Прошел и через системные гонения по наветам так называемых обновленцев. Смиренно, осознавая свой путь, который неизбежно должен был увенчаться Голгофа, и митрополит Константин писал, «Всецело предавая себя воле Божией, с любовью взирая мысленно на многочисленный сон тех моих предшественников, дивные образы которых до ныне озаряют трудный путь крестоношения, я принял решимость по мере своих сил следовать их благочестивым трудам по устроению Церкви и духовной жизни возлюбленной паства Киевской». В итоге принятие решимости будет стоить ему жизни, а в последнюю своей жизни арест он отправится прямо со службы в Покровском храме на Киевской Соломинке. А вот и тот самый храм, который находится недалеко от Киевского железнодорожного вокзала. И, в общем-то, за годы советской власти он немало всего пережил, из него даже хотели сделать кафедральный собор, когда собирались закрывать Владимирский, а уже в наши дни он принадлежит, равно как и Владимирский, другой религиозной структуре. Но вернемся к истории митрополита Киевского и Галецкого Константина Дьякова. Среди выдвинутых против него обвинений звучало, что он якобы является активным членом антисоветской фашистской контрреволюционной организации церковников-тихоновцев. Из слов самого владыки, сказанных им во время одного из допросов и зафиксированных в протоколе, мы можем узнать о том, какую катастрофу переживали верующие люди во время этого временного торжества богоборчества. В связи с переводом столицы из Харькова в Киев я прибыл к месту своего нового служения 29 марта 1935 года. На Киевщине было 170 приходов, из них 70 функционировало, и 100 взяты под за год зерно. Но серьезная болезнь прекратила мою деятельность почти на три месяца. В настоящий момент число приходов на Киевщине сократилось до минимума всего 16 с четырьмя городскими. Но вместе с тем, как оскудевало число приходов, их становилось все меньше, вера крепла. И у архиереев, священников, и у простых православных крестьян, которым каждый день своей жизни приходилось стоять перед очень непростым выбором. Понятно, что испытания выдержали не все, но те, кто прошли его милостью и силой Божией, оставили нам пример подвижничества. И об этих примерах, о том, что говорили, чему учили, как жили эти люди, как их слова и их жизнь могут помочь нам, мы и будем говорить в наших видео. Помните, что претерпевший до конца спасется, и что бы ни происходило, оставайтесь верны Богу и Его Церкви. Субтитры создавал DimaTorzok